Привет, я Мэтт Уотсон из Карвау. Я за рулем Лады Нива, а слева от меня коммерческая версия Сузуки Джимми, а слева от нее Дачья Дастер. И мы собираемся устроить заезд по бездорожью на бюджетных авто для бездорожья. И мы проверим, как эти авто покажут себя в серии внедорожных испытаний, будем присуждать очки за каждое. Победитель в испытании получает три очка, второй получает два очка, простите за это, и последний получает одну очку, за это тоже простите. Если машина не справляется с испытанием, она не получает очков вовсе. Сегодня нам поможет наш эксперт по бездорожью Даррен из ProTrux 4x4, которые помогли нам организовать все это. И если вам интересно, чем они там занимаются, что это за участок, пройдите по ссылке в описании. Давайте расскажу об этой Ниве. У нее атмосферный двигатель 1,7 литра, мощность 85 лошадиных сил, 130 ньютон-метров момента. Как-то не особо много, правда же? И не самая легкая машина, 1,3 тонны, однако есть у нее и кое-какие интересные штуки. Понижайка, точнее полноценная раздаточная коробка на две передачи. И вновь простите за это. Тут повышающая передача, нейтраль и понижающая переключается вот этим рычагом. Также есть блокировка межосевого дифференциала, вот этот рычаг. Для этого заезда в подъем я поставлю понижайку, включу блокировку и начну, пожалуй, со второй передачи. Но есть проблемка в том плане, что ручник тут держит не очень, и стоит мне выжать сцепление, чтобы завести двигатель. Происходит... Вот что. Закончится все это, может, печально. У Джимни такой проблемы вроде бы нет. Давайте расскажу о нем. У него полуторалитровый атмосферный бензиновый двигатель, мощность 101 лошадиная силой, 130 ньютон-метров момента. Обычно у него задний привод, но можно поставить и полный привод, либо полный привод и понижающую передачу. Именно на таком он и поедет. У него пятиступенчатая механика, как и здесь, и ручник работает, так что он может его использовать, когда поедем в подъем. И, наконец, у нас дача Дастер. У этого авто полуторалитровый турбодизель, мощность 115 лошадиных сил и 260 ньютон-метров момента. Также шестиступенчатая механическая коробка передач. Обычно это авто едет на переднем приводе, хотя есть и полноприводный режим. Однако нет блокировки межосевого дифференциала, как у остальных двух авто. Впрочем, у Джимни отдельной блокировки тоже нет, она принудительная. Зачем я все это говорю? Что до цены, стоят они примерно одинаково. Это дача, версия с полным приводом 20 тысяч фунтов. Джимни тоже 20 тысяч, впрочем, это коммерческая версия, если брать как юрлицо, можно не платить НДС, то есть 17 тысяч фунтов. Эта лада у нас стоит 17 тысяч фунтов, и купить ее можно через lada4n4.co.uk. Ссылка на них тоже будет в описании. Так, перед началом обязательно подпишитесь на нас и включите уведомления о новых видео, так вы точно ничего не пропустите. Приступим. Робби, я передумал, справлюсь со сцеплением. Три, два, один. Ну же, Лада? О, хреновенько переключился. Джимни залетел наверх, я должен уделать Дастер. А, ну вот. А где там Дастер? А, вот он. Что там было у Дастера? Да буксовал всю дорогу, мне надо было сюда инклинометр поставить, потому что уклон тут, клянусь, куда круче, чем у вас. Еле-еле справился. Ну, я склоняюсь к тому, что ты просто водитель, ху**овый. Ладно, послушаем, что скажет Даррен. Ну, Даррен, что думаешь? Мне было не просто стартовать, сложновато работать с сцеплением, но я все же справился. И не заглох, но победил все равно он. Да, поначалу тебе было сложновато, но потом справился и пошел. Но, боюсь, Джимни одержал убедительную победу, с самого начала вырвался вперед. Ну, а третьим приехал вот этот вот. Медленно, правда же? Божки, ну что ж, три очка Джимни, два очка, простите опять за это, Ладе и одну очку, опять эту, дадим Дастеру. У нас некоторые изменения. Понимаете, оказывается, Дастер так медленно заезжал в подъем, потому что у него была включена система стабилизации. То есть, когда задняя усть пошла в разнос, и авто начало буксовать, она обрубила тягу. Сейчас мы выключили, прокатимся еще раз. Я решил применить все свои навыки и переключать передачи пошустрее. Ну, погнали. Блин, ну, как всегда. Три, два, один. Все обороты. Ооо, ну давай! Даже не знаю, совсем рядом, Джимни-то победил, но теперь не с таким большим отрывом. Я и Дастер пришли совсем рядом, придется справиться у Даррена. Даррен, ну давай скажи мне, победил я в конце концов Дастера или нет? Нет. Блин. Боюсь, ты все же немного отстал. Ну что ж, тогда три очка присуждаем, Джимни. Два очка Дастеру. И зачем я только дал Дастеру второй попытку? Блин. И одну очку. Ладе. Следующее испытание проверит маневренность и способность машины быстро проехать по плохой дороге. Мы собираемся проехать по вот этому небольшому участку, который уходит в чащу. Справиться с резким поворотом. Это проверить диаметр поворота авто. А затем вернуться на исходную. И Даррен будет замерять время. То авто, которое проедет быстрее, побеждает. Ну начнем. Первый Дастер. Ну вот Дастер пошел, он тут самый тяжелый, 1,4 тонны. И диаметр поворота у него сносный 10,7 метра. То есть развернуться должен без труда. Ну что, довольно резво едет по всем этим ухабам. Ого, сколько брызг поднял. Так, по-моему, у него спереди что-то отвалилось. А, фигня, заглушка буксировочного крюка. Ну что, какой у него результат? 17,9. 17,9, ладно. Ну что, Джимми, тебе надо проехать быстрее 17,9 секунды. Сможет ли? Итак, Джимми тут легче всех. Его масса всего 1,1 тонны. И диаметр поворота меньше всех 9,8 метра. О, как он тут замешкался. Что он там делает? Давай, тебе надо лететь, сломя голову, у тебя хороший просвет. И машина недорогая. Хотя дороже, чем обычная пассажирская версия из-за каких-то... Сузуковских приколов. Ладно, какой результат? 25,10. А, 25,10. До этого было 17,9. 17,9. 25,10. Ага, ну дерзай. Ага, дерзай. Ну, все возможно. Снаряженная масса этого авто 1,3 тонны. Диаметр поворота похуже остальных 11 метров. Но не думаю, что это критично. Ну что, погнали. Пошел. Рычаг так далеко. Ох, здесь не хочу слишком разгоняться. Блин, ну же давай, суровый русский. Опять этот странный шум от насоса гидроусилителя. Здесь надо быть аккуратнее, чтобы не слишком засесть нищим. Ну что, вполне себе неплохо. Зато хоть АБС-ка есть, а то уже съехал бы с того уклона. Кстати, мы к нему еще вернемся. 20,32 сотых. 20,32? Второе место. Второе... На второе место я согласен. Легкая победа Дастера. Три очка ему за это. Я едва-едва обскакал Джимни. Мне два очка. А бедняге Джимни всего одно очко. Так как он последний. Следующее испытание проверит, насколько контролируемый у авто спуск с уклона. Смысл тут обратный первому заезду. Здесь главное спускаться медленно и постепенно. Съехавший последним по итогу побеждает. У этого авто есть система управляемого спуска. Она срабатывает сама и диапазон скоростей от 130 до 5 км в час. Можно задать самостоятельно с помощью кнопок круиз-контроля. Я поставлю 5 км в час, поставлю первую передачу и потихоньку буду скатываться. Благо первая передача тут короткая. Причем именно у полноприводной версии Дастера для лучшей управляемости на бездорожье. У Джимни также есть система управляемого спуска с минимальной скоростью 5 км в час и, разумеется, понижающий ряд передач. У Лады система управляемого спуска не только водитель, но он не должен касаться тормозов. Авто будет спускаться на первой передаче на понижайке. Посмотрим, что будет. Кстати, перед началом испытания я, как вы могли заметить, пересел в Дастера. И по сравнению с Нивой тут прям Роллс-Ройс. Просто шикарно. Мне нравится. Три, два, один. Сняли тормоз. Покатили? О боже, тут система управляемого спуска срабатывала целую вечность. Служаю. Нет. Нет. О боже. Ну хотя бы медленнее, Дивы. Но Джимни меня, конечно, просто уделал. Он съезжал плавнее и неторопливее всех. Это авто сперва покатилось, и только потом сработала система помощи при спуске. Ну да, Рен. Джимни был первым. Ты чуть-чуть похуже. О, значит рядом. Ну а Лада... Ну а Лада... Не сладила. Боюсь хуже всех. А я наоборот радуюсь, что на последнее. Итак, три очка, Джимни, два очка. Дассеру и всего одно Ладе. В следующем испытании проедемся по вот этому участку вниз, потом развернемся и поедем обратно. Это проверить дорожный просвет, авто, ход подвески, систему полного привода и работу системы стабилизации. Смогут ли авто продолжать ехать дальше и не сильно забуксовать? Посмотрим. О, и разумеется, оценивать все это дело будет Даррен. Едет первая Лада. Красавица, Ладом. Дизайн этого авто почти не изменился с 77-го года. Вносливое. Ведь оно русское. Заметно подвуксовывает, но блокировка, между севого дифференциала, помогает. Вращаться всем четырем колесам. О, Джимни, очевидно, все четыре колеса должны вращаться, так как если поставить полноприводный режим, срабатывает блокировка. Как ни странно, хоть и сел днищем, у этого авто самый большой дорожный просвет. О, 214 миллиметров, у Джимни он 210, а у Лады 200 миллиметров ровно. Оп! Справился неплохо, теперь осталось подняться обратно. Еще интересный момент, что у Джимни неразрезные мосты как спереди, так и сзади, у Лады неразрезной мост сзади и независимая подвеска спереди, а у Дастера независимая подвеска на обеих осях. А также система стабилизации, как у Джимни, предотвращающая пробуксовки. А у Нивы ее нет. То есть она ей не поможет. Если начнутся пробуксовки, все может быть печально, особенно при диагональном вывешивании. То есть когда от земли отрывается переднее колесо и диагональна ему заднее, и на них впустую идет тяга. Джимни будет подтормаживать, чтобы отправлять тягу на колесо с зацепом, вижу, что бедняжке Ладе приходится не сладко. Ну давай, больше тяги! Ну же! Все, по итогу сдюжили. Теперь Джимни видно, что у него задние колеса немного буксуют. И порой отрываются от земли. Гляньте-ка он! Так ловко забрался, словно козлик. О боже. Ну давай! Оп! 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 Спокойненько. Едем дальше. Ну же, Дастер, чувствуй, система стабили... Да, позорюще. По-моему, я заглох. Хорошо, хоть есть. Стоп-старт. А, у меня тут проблемы. Стоп-старт, когда заглохну. Ну же! Максимум мощности. Надо встать назад. Не справляюсь тут. Блокировки дифференциала нет. Только система стабилизации. Ах, ну же! Я просто как конкретный лошара. Опять заглох. Так, легкая паника заглушил мотор. Ах, ну же. Ах, ну же. Ах, ну же. Ах, ну же. Следу указанием Даррена, куда теперь? Строго прямо, ну же! Тяги бы ещё. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ладно, Даррен, что-то я совсем опарафинился. Я, пожалуй, промолчу. Слишком низко. Твое авто длиннее остальных, они могли лучше маневрировать в этих ямках. Ага. Поэтому, Джимни прошёл как по маслу. Я обычно и сам не дурак угодить в яму, но... Сейчас мне это не помогло. Ну, закроешь ты их неплохо. Да, буксовал я конкретно. Но мне это сложновато было, потому что нет блокировки межосевого дифференциала, так? Ой, оно длиннее, на этом участке удобнее машинам покороче. Даже несмотря на больше просвета, оно более длинное и чаще садилось нищим. Ну ладно, скажи тогда результаты. Кому сколько очков? Боишь ты третий. Третий, то есть одну очку Дастеру. Два очка Ниви. О, два, у Лада второе место, неплохо. И Джимни. Пулей. Три очка Джимни. И Джимни просто молодец, да? Ну да. Следующее испытание из трёх частей. Сначала мы проедем по боковому уклону. Это проверит артикуляцию подвески и жёсткость кузова накручения. В один момент надо будет остановиться и открыть дверь. Потому что если не удастся это сделать, значит, есть перекос. Потом мы проедемся по паре холмов и проверим углы съезда, съезда и переката. А затем нужно будет вновь проехать по уклону и преодолеть его, чтобы вновь проверить дорожный просвет, артикуляцию и зацеп. И оценивать нас будет Даррен. Как видите, я теперь пересел в Джимни. Тут мне всё знакомо в Джимни, у меня самого такое есть. Кстати, если хотите узнать о нём побольше, нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании, чтобы посмотреть видео о купленном мною Джимни. Ну что, вижу, что Дастер съезжает по уклону, заднее колесо порой отрывается от земли. Интересно, что у него с кузовом. Но, похоже, дверь у него открывается без проблем. У него несущий кузов, довольно жёсткая конструкция. Интересно, а сможет ли Лада столь же легко открыть и захлопнуть дверь? У неё тоже несущий кузов, единственное исключение в этом плане... Это Джимни. Ну, поехали. Прямо вниз. Проверим дверь. Здесь лонжеронная рама, то есть больше риск того, что будет деформация кузова, но... Мне тоже справился. Насколько это довольно высокая машина, ощущения сейчас прямо экстремальные. Вау, ну очень прикольно. О, немножко буксую. А вот сейчас рулёжка довольно лёгкая и неспешная. Можно без проблем спуститься с комфортом и без резких движений. Ну что, переходим ко второй части. Следующее препятствие проверит угол въезда авто. У Дастера он составляет 30 градусов, у Нивы аж 38 градусов, а у Джимни 37 градусов. Затем мы проедем вот эту лужицу. Опять в подъём, чтобы проверить угол переката, не сядут ли авто нищим. Хуже всех угол переката у Дастера, всего 21 градус. 36 градусов у Лады, и у Сузуки он 28 градусов. А вот угол съезда у Джимни наилучший. 49 градусов у Лады он 28, и 33 градуса у Дастера. Это последняя часть испытания. Нужно подняться по вот этому уклону, перебраться на другую сторону и спуститься. Похоже, что у Дастера возникла небольшая... Проблемка! Проблемка, у него переднее колесо вывешено, растрачивает мощность в колостую. О, Дастер, давай, ты сможешь. Ой, сейчас откатится обратно на меня, сдам назад на всякий случай. Ну же, давай заднюю, ну же! А? Ой, 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 блин, поддай, чувак, всё получится, вот так. Хорошо, ему было непросто. У Дастера всесезонная резина, как и у Лады, да и у Джимни тоже. Короче, она практически одинаковая у всех трёх авто. Это всё, конечно, интересно, но... Если хотите посмотреть на добротный кроссовер, который может как в бездорожье, так и по дороге проехаться с комфортом, нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании, чтобы узнать, что это за авто такое, на которое мы в Карваус сделали обзор. Ну, для Нивы тут ничего сложного. Да, она забралась в лёгкую. Для Джимни главное — держать постоянную скорость. О, неплохо справляется, очень даже. Всё просто, спокойно работаем тормозом. О, да, да чего ж классная машинка. Люблю я Джимни. Упс. Думал, сейчас перевернусь. Как обычно, накаркал с этим Джимни. Да блин, не пугай меня, ну то что... Ну что ж, вот и всё, закончили с испытанием. Прикольно было, мне понравилось. Послушаем, что скажет Даррен. Даррен! Никто работать не хочет. Вот наберу по объявлению. Ну, всё в порядке? Ага. Чем там занят? Уже болтался. Так что, на этой серии препятствий, кто показал себя лучше остальных? По итогу, я бы сказал, лучше всех справилась Лада. Лада! Три очка Ладе! А второе место? Джимни. Два очка Джимни. Последний? Дастер, у него колёса начали отрываться от земли и сразу пропал зацеп. Ну вот так, одну очку. Дастеру. И теперь последнее испытание, решающее. Джимни уже не проиграет, но может разделить победу либо с Дастером, либо с Нивой. В зависимости от того, как они с ним справятся. Сейчас каждому авто предстоит забраться вверх по этому скользкому каменистому подъему. Тут главное зацеп, скорость и тяга. И вновь первым пойдёт Дастер. Вот он погнал, надо быть аккуратнее, чтобы не сесть в днищем. Ну же, тяга, 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 давай забирайся наверх, ну же. Слушайте, как будто забрался без проблем. А как справится Лада? У обоих авто по 9 очков. Лучше получит второе место, потому что Джимни уже обеспечил себе победу большой отрыв по очкам. Итак, Лада пошла. Хватит ли тяги? Нет хитрых систем регулировки тяги, чтобы бороться с пробуксовками. Давай! 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 А-ха-ха-ха! Ей, мне пришлось постараться, она справилась. Выглядело эпично. Теперь дело за Джимни. Ну давай, Джим. По сути, это круг почёта, только если я совсем не нафаршмачу и не выставлю себя дураком. Ну погнали. Держим скорость, ну же. Да! Поддал оборотов до отказа и таки забрался наверх. Ладно, послушаем, что скажет Даррен. Даррен? Впечатлён, как все трое забрались в подъём? Очень, я даже не думал, что они справятся. Правда? Если честно, да. Но все трое справились? Да, на удивление неплохо. Но кто справился лучше всех? Дастер. Дастер? Да. Ну почему? Более плавный прирост тяги просто залетел наверх. Ладно, а кто тогда второй? Вторым будет Джимни, он довольно быстро забирался всю дорогу и боюсь, что Нива последняя. Ей в самом конце было тяжеловато. Но она всё же справилась. Справилась, да, заехала в подъём. Ну что ж, одну очко Ладе, то есть по итогу она последняя с десятью очками. Два очка для Джимни, то есть всего у него 14 очков и он побеждает Дастер, который на втором месте, несмотря на три очка в этом состязании. У него всего 12 очков, то есть он второй. Итак, первый победитель Джимни, второй Дастер и третий, но не значит, что самая плохая, сегодня Нива. Какое авто ты бы взял себе? Джимни! Да, я бы тоже, хотя учитывая, что до дома пилить довольно далеко, я бы взял Дастер, в нём на шоссе комфортнее. Шоссе, да, так что забирай, Джимни. Ну что ж, если видео вам понравилось, поставьте лайк, если нет, идите в баню, нажмите на окошки слева, чтобы посмотреть ещё видео, или на значок по центру, чтобы перейти на наш канал Карвау. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok